Всем привет! Сегодня мы продолжаем уроки фотошопа, продолжаем уроки тайпа. Сегодня у нас уже 11 урок. И сегодня мы разберем такую тему, как наборы инструментов. У нас есть в фотошопе куча разных инструментиков, и у каждого из этого инструмента есть свои наборы. Допустим, если мы кликнем на эту стрелочку вниз, то мы увидим, что такое окошко вылезает, где у нас есть эти самые наборы инструментов. У меня сейчас фотошоп перестановила по новой, более обновленную версию, и в ней пока что еще наборы инструментов у меня не поставлены нигде. Потому что я им недавно пользуюсь и еще как бы не успела. Итак, мы тайперы пользуемся инструментами в текст, вот этим инструментом чаще всего. И вот здесь нам эти наборчики очень сильно понадобятся. Почему? Потому что когда мы пишем различные тексты, допустим, у нас есть страница манго, манги, и у нас здесь есть один текст, это вот такой вот, другой стиль текста, это будут вот эти вот обычные слова. Потом дальше есть такой более толстенький, и есть текст, который такой более тоненький, более письменно написанный. Это вот этот вот такой маленький текст, который здесь рядышком стоит. То есть на данной странице у нас четыре стиля разных текстов. Так вот, значит, мы, допустим, начнем писать вот этот вот шрифт. Пишем здесь перевод «Друзья». «Друзья». Вот, перетаскиваем повыше, чтобы вы его видели. И нам еще нужно поставить его цвет, не беленький, а черненький. Секундочку, мне нужно поставить. Окно, где у меня текст? Ctrl-T. Не то. Секундочку. Окно, текст, 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 образцы, абзацы. Мне нужны абзацы и вот это вот символы. Вот, символы. Слово символы я забыла. Вот, значит, мы выбрали наш слой текста. Берем ему цвет, ставим чёмненький. Ставим нужный нам этот самый шрифт. Какой мы тут шрифт поставим? Ну, давайте чисто для примера возьмем, опять лагает компьютер, я его просто ненавижу. Вот, поставим просто чисто для примера какой-нибудь шрифт, поставим побольше его вот такой вот. И вот это у нас, допустим, в заголовок будет в таком вот формате сделанный. Если мы сейчас откроем другую главу, другая глава у нас будет, тоже клин готов, секундочку. Вот эта вот глава новенькая. Лагает сильно компьютер, я уже ничего не могу с этим сделать, я уже перезагружала компьютер, всё бы выключала, что нам не нужно, что можно и не нужно. И ничего не помогает, всё равно лагает компьютер. Я могу лишь только это испортить, сделать хуже качество этой видяхи, но, честно, не хочу, потому что здесь хочется, чтобы вы видели вот эти буковки, чтобы в ютубе, чтобы вы видели тоже эти буковки все. Так, кликаем окей. Просто-напросто терпим, терпим наш это самое, лагучий компьютер. Да, значит, вот, значит, вторая глава у нас тоже самая. То есть, стиль вот этого шрифта, как бы заголовка, что он здесь, что вот здесь, они одинаковые должны быть, по сути, да, чтобы у нас не было такого, что одна глава начинается, у нас шрифт вот такой-то стоит, а у другой главы мы взяли шрифт совсем другой. Чтобы была какая-то более-менее равномерность какая-то, да, константность, то мы стараемся запомнить, какой шрифт мы применяли вот здесь. Допустим, здесь мы запоминаем, что мы брали шрифт ньюзи, лекции, размер шрифта 60 пунктов. И вот здесь то же самое. Мы либо пишем по новой название главы сюда, сами ставим нужные нам настройки, вспоминаем, какие они там были, да, и вставляем нужный нам стиль шрифта сюда. Чаще всего, очень часто бывает так, что мы просто-напросто забываем, какой конкретно мы использовали шрифт в прошлой главе или какой шрифт мы использовали в одной манге. Допустим, в одной манге мы используем один шрифт для заголовка, в другой манге мы используем всем другой шрифт для заголовка. Потом по размерам тоже бывает забываем, что, допустим, у нас одни сканы, там у нас для обычного текста подходит размерчик 12, другие сканы, они там побольше, Там у нас для обычного текста подходит размер 18, по допустим, размер. Мы постоянно забываем, какие там цифры стояли. И чтобы не терять эти настроечки, чтобы каждый раз по новой не ставить, можно сделать набор. То есть мы можем сохранить этот стиль инструмента, который мы сейчас только что поставили, его можно сохранить в наборчик. То есть мы берем, кликаем на наш этот стиль, наш текст, который мы только что сделали. Теперь нажимаем на вот эту стрелочку сюда, клик. Нажимаем на вот этот квадратик с загнутым уголочком. Это считается как новый листок. Этот значок вообще означает, что взять что-то новенькое. Он произошел от того, что у нас есть листочек, и мы берем новый листочек и перелистываем. Мы берем новый лист бумаги. Это, конечно, не новый лист бумаги, это юзный лист бумаги. В общем, да, это мы берем с чистого листа, начинаем что-то делать новенькое. Сейчас кликаем на значок «Сделать новый инструмент», называем его как-нибудь. Допустим, желательно назвать его не просто инструмент «Горизонтальный текст номер один», называть его более-менее по смыслу, чтобы вы потом его в списке всех своих шрифтов могли как-то узнать, как-то распознать его. Допустим, здесь мы делаем что? У нас манго «Школьный переполох», и мы делаем шрифт для какого-то заголовка. То есть, я пишу заголовок, допустим, либо заголовок, либо глава, да, пускай будет глава. Глава и потом «Школьный переполох». В какой манге? «Школьный переполох». Вот так вот. И вот в таком плане я точно запомню, что этот шрифт точно мне подходит для названия главы в «Школьном переполохе». Кликаем «Ок» и вуаля, у нас есть первый набор инструментов. То же самое делаем со всеми остальными инструментами, со всеми остальными шрифтами нашими. Здесь будет какой-то текст, мы сейчас его там тык-тык-тык-тык понатыкаем. Это у нас самый обычный текст, я здесь использую шрифт «Аниме Эйс». Так, его сейчас надо найти. «Аниме Эйс» пускай будет вторая версия пока что. И размер шрифта, ну, здесь мне 12 подходит. 12. Вот, вот этот шрифт тоже запоминаю. Чтобы его постоянно не переделать по новой, как бы вот эти вот настройки не делать, я опять-таки кликаю сюда, ставлю новый набор инструментов, называю его «Обычный текст». «Обычный чинный». И пишу 12, потому что вот так я точно знаю, что я запомню, что 12 я, допустим, здесь мне для обычного текста подходит 12. Можно в скобочках написать, допустим, то, что я ее использую. Обычный 12 – это для манги «Школьный переполох». «Школьный переполох». Вот таким вот образом сократим. Также могу, допустим, добавить то, что размер 12 я буду использовать для обычного текста. В манге, допустим, в «Накамуру» я буду еще использовать. Так, тихо пишем, запятая «Накамура». Ну и куча других, ну, как бы, стайтлов, которые у вас там, у вас, у ваших, у ваших команды присутствуют. Вот, окей. Если, допустим, у меня есть, у меня, допустим, есть еще манга «Назаки», там у меня склады побольше, и там у меня обычный текст, размер 18. То есть, я так же, то же самое сделаю. Я сделала сначала текст размера 18, 18 пунктиков, вот так вот. Потом дальше нажимаю на нее сюда, новый этот самый текст. Пишем обычный 18, и в скобочках напишу «Назаки». «Назаки», вот так вот сделаем. Окей. У меня теперь уже три этих шрифта, и как бы по названию я точно знаю, что конкретно, где я использую. Вот. Далее что? Далее тут есть еще шрифт «Жирненький» вот такой, да. То есть, он будет на пару пунктиков побольше вот этого обычного шрифта. Здесь, значит, пишем буковки наши. На пару пунктов больше нашего обычного шрифта. Обычный шрифт у меня 12, да, в данной манге. Значит, этот будет у нас, допустим, 16. 16. Мы должны его сделать еще толстеньким. Толстенький вот такой вот. И сделаем его еще толще, чтобы было более ярко видно, что это жирный шрифт. Вот. И его теперь тоже сохраняем. Берем, сохраняем. Это будет у нас как бы обычный, в принципе, этот шрифт, но толстый. Обычный, обычный, толстый, толстый и размер 16. Вот так вот. Вот таким образом я его сохраняю. И так вы можете сохранить все нужные вам шрифты, которые вы часто, которые постоянно, постоянно везде используете. Допустим, в данной манге используются постоянно вот эти вот шрифты. Еще вот этот вот маленький вот этот шрифт. И давайте тоже его определим. Секундочку. Какую-нибудь фрагочку напишем. Так, это у нас будет бетина. Секундочку. Я его, этот самый, данные шрифты делаю с шрифтом бетина, бетинга, скрипт, мангомод. Вот это вот. Вот это он. Разменчик такой же, как и у обычного шрифта. Секундочку. Надо поймать его еще. Двенадцатый. И не толстый. Вот так вот. Я забыла Enter нажать. Секундочку. Двенадцать. Enter. Вот так вот. Все. Теперь его тоже мы должны сохранить в наборчик инструментов. Вот сюда нажимаем. Называем его так, как вам будет понятнее. Мне будет понятно, что это будет текст невзначай. Текст невзначай. Вы можете назвать его, допустим, текст второстепенный текст. Или это самое. Дополнительный текст. Или там, не знаю, текст... Ну, короче, как-нибудь, чтобы вы знали, о чем идет речь. Текст невзначай. И пишу еще размер, потому что, опять-таки, в одной манге у меня используется текст невзначай вот такого размера. Другой манге другой размерчик. Пишу просто текст невзначай двенадцатый. Ок. Дальше что? Дальше что? Почему здесь не написала название манги, которое я это самое использую? Потому что здесь я вижу, что обычный текст у меня двенадцатый. То есть, допустим, в школьном переполохе я использую обычный текст размером двенадцатый. Значит, и текст невзначай будет у меня как бы тоже размером двенадцатый самый обычный. Если там какая-то будет более группная фраза, то я тоже это все дело изменю. И вот эти наборы инструментов желательно делать только для тех шрифтов, которые используются постоянно. Если у вас будут какие-то звуки, какие-то эдакие, которые используются только, допустим, один раз в главу или один раз вообще во всей манге, то вам, естественно, сохранять набор такого инструмента вам не нужно, потому что если у вас включается это буквально 2-3 раза за всю историю 100 этих глав, то сохранять чисто для вот этих вот трех раз целый набор инструментов вам не нужно, потому что в конце концов у вас будет огромный такой список вот этих вот наборов здесь, и вы можете просто на поставках это самое, часами сидеть и искать, какой же там шрифт мне нужен здесь в данном случае поставить. Можете сохранить такие самые основные вещи, допустим, у вас, видите, что в манге часто используется какой-то там звук, вот допустим здесь у нас звук часто используется вот таким вот шрифтом. Секундочку, вот таким вот шрифтом. Его можно тоже определить, то что это будет шрифт, и вы называете этот шрифт как-то там, допустим, это у вас закругленный письменный шрифт, вот такой вот, и вот таким вот образом вы его там сохраняете. Потом вы просто-напросто кликаете сюда. Давайте сделаем примерчик. Соранин есть какой-то закруленный шрифт. Это будет наш звук. Секундочку. Ой, я как не люблю сейчас примеры. Сейчас показываю, потому что лагает сильно компьютер. Так, наверное, все-таки не буду показывать примеры сейчас, потому что сильно лагает компьютер. Пример давайте покажу в отдельной видяшке. Так, значит, последнее, что здесь хочу сказать в этом, в данном, в наборах инструментов, то, что мы сейчас задали только что наш набор инструментов, и теперь, допустим, мы выключили компьютер, выключили это все на фотошоп, компьютер, на следующий день садимся снова делать другую главу, и вот наша другая глава, мы здесь делаем следующее. Нам нужно поставить наш заголовок. И мы помним, что мы сохранили наш набор инструментов, и теперь, чтобы нам не вспоминать, какие конкретно были настройки, мы просто-напросто берем, прежде чем нажать текст какой-то, напечатать, мы сначала выбираем нужный набор инструментов. Выбираем инструмент текст, кликаем вот сюда, вытаскиваем наш набор инструментов, находим нужный нам наборчик, называется глава школьный переполох, кликаем на нее, кликаем теперь в место, где мы будем переводить, кликаем сюда, пишем название главы, и вуаля, сейчас отлагает немножко, и вы увидите, ага, надо еще перетащить немножко повыше его, потому что он стоит вот так вот, да? Вот, и теперь у нас в шрифт сразу же напечатался тот, который нам нужен для данной главы. Дальше у нас тут обычные фразочки, вот здесь вот какие-то, да? То есть берем набор инструментов, выбираем наш обычный для школьного переполоха, кликаем сюда, пишем наши фразочки. Окей, отлично получилось. Теперь то же самое с остальными текстами, и это далее. То есть это нам очень сильно упрощает работу, когда у нас есть уже готовый набор инструментов. Так вот, значит, я сейчас все эти наборы инструментов переделать не буду, я их сейчас удалю отсюда, почему? Потому что дело в том, что у меня в старой версии фотошопа все наборы инструментов у меня уже были определены, и мне сейчас нужно из старой версии сюда в новую версию их воткнуть. Это дело тоже можно. Сейчас, допустим, вот это все удалю, чтобы это нам не мешало. Так, чтобы все сразу удалить, можно удалить по отдельности, удалить набор инструментов такой, либо же нажимаем на этот самый нашу стереночку и кликаем на управление наборами. Выбираем набор наших текстов, с шифтом выделяем все инструменты, которые мы хотим удалить, и нажимаем удалить. Окей. Так, теперь пока что делаем готово, и пока что все выключаем. Это пока не сохраняем, это тоже мы не сохраняем. Набор инструментов я только что все удалила, видите, у нас пустое все. Так, теперь это дело выключаем, и включаем наш старый фотошоп. Наш старый фотошоп, где у меня уже сохранены все наборы инструментов, которые я уже на протяжении многих лет пользуюсь. Хотя, говорить надо будет как-нибудь почистить, потому что, мне кажется, там уже парочку лишних вещей сделано. Сейчас дождемся загрузки, когда у меня фотошоп старенький, он подольше загружается немножко. Вот он. Вот, загрузился наш фотошоп старенький, он загружается немножко подольше, чем многий. Так вот, значит, здесь мы кликаем на наш инструмент, какой-то текст, ну, либо другой какой-то инструмент. Выбираем набор инструментов, кликаем на шестереночку и кликаем на управление наборами. Здесь нам нужно выделить все те инструменты, которые мы хотим сохранить. Значит, нам нужно выделить все наши текстовые инструментики, то есть, отсюда до вот сюда. Shift нажимаем и кликаем вот сюда. Кликаем сохранить. Кликаем здесь у нас название нужно нормально подобрать, то есть, это самое. Я называю его набор инструментов текстовый текст. Набор инструментов текст. И от какого числа, потому что я собираюсь потом как-то обновлять здесь наборчики. И пишем число. У нас сегодня 19 марта 2020 года. Сохранить. Куда я делала, сохранила, честно говоря, не поняла. Давайте еще раз сохраним. В Tools. Так, вот это вот, допустим, Ctrl-X. И вставим мне в папочку вот сюда, да. Главное еще вспомнить, ну, заметить, куда вы сохраняете, чтобы потом вот этот файлик найти в нужном месте. Вот. Здесь кликаем отмена. Тут у нас закрываем. Старый Photoshop мы закрываем. Включаем новый Photoshop. Включаем. Он у нас включается побыстрее, чем старенький. Уже не так сильно будет. Нужно будет встать так долго. Не так долго надо будет ждать. Но тоже немножко подождем, пока он включится. Вот. Включился. Теперь здесь то же самое. Кликаем на набор инструментов. Это у нас почему-то один забыл удалить. Так. Кликаем на шестеренку. Управление наборами. И скликаем загрузить. Кликаем загрузить. И выбираем наш файл, который мы только что создали. Кликаем загрузить. И вуаля. Все вот эти наши текстовые инструментики, они сюда залезли. Если мы кликнем сейчас на набор инструментов, то вот они все мои родные, родулечки, которыми я пользовалась уже несколько лет. И которые нужно немножко перебрать. Вот это вот все у меня тут существует теперь. Все у меня тут присутствует. Все. На этом, пожалуй, все на сегодня. Примеры будут еще в дальнейшем показаны в отдельных видяшках. Потому что я надеюсь, что в дальнейшем у меня будет скопироваться чуть-чуть получше. Что-нибудь я с ним сделаю такого, чтобы у меня он так сильно не лагал. И буду уже видяшки записывать уже нормально в новом фотошопе. Примеры и так далее, и так далее. На этом пока что все. Один строк закончился. Всем спасибо за внимание. Скоро будет в следующей уроке.